Початок нового 2018 года для старшини правления Калгаса 50 год Кастрышника Рыгора Шпакова стал больше святочным, чем деловым. Уреште 85-годовый юбилей. Гэта, сэправды, знаменальная падея. Кажа, что на пенсию пакуль не сбирается. Житё гэта перш за всё праца. И без яе Рыгор Шпаков себе уявить нияк не можа. Хоть и плюсы такого сталага узросту башить добра. Ён николе не повышая голос на подначаленных, Якия у свою чергу так само имкнутся выражать свои проблемы у спокойной обстановцы. Если кто-то с работников, специалистов, рядовых, но пытается решать вопросы на эмоциях, ну, мне удается переводить в спокойное русло, деловое русло. Поэтому оно уже как-то передалось коллективу, что абсолютно все вопросы мы решаем спокойно. Про за один год и три месяцы Рыгор Шпаков означать еще один юбилей. 31-го соковика 1969-го ён узначалю «Калгаз-50 год Кастрышника». С того часу кожные три годы рубит справоздачу перед агульным сходом и знов выбирается на посаду старшыни. Сгодно с коллективным договором перагледзеть свое решение вязковцы могут у любой момент, але ни разу такую инициативу никто не агучвал. «Калгаз-50 год Кастрышника» для Рыгора Шпакова «Саправды сенс життя». Невычарпальная энергия организатора, высокий профессионализм, настойливость у досягнений меты, умение працаваць с людьми, дазволили вам отрымаць заслуженную повагу и аутарытэт. Гэта цитата – звеншавання старшыни гомельского абылваканкама Владимира Дворника. «Кадры старые, которые прошли уже практику и воспитаны тем временем, что они, конечно, делают результат, они его не портят, только увеличивают. Вот сегодня состоялся разговор с ним после этого об увеличении площадей этого предприятия. Я думаю, что пойдем на встречу, и возраст 85 лет, но дайте землю, иначе не будет развития предприятия. Он думает на природе еще. Хотя сегодня 32 доли молока производства в этом предприятии. Это очень высокий результат. Больше 25 литров молока на кровь сегодня. И какой аппараток вокруг, посмотрите. Род Шпаковых мог бы быть куды больше великим, але подчас войны загинули практически усея го представники. У 1952-м, будучи заслуженный работник сельской господарки республики, стал мараком-подводником, выдатник боевой и политичной подрыхтовки. Старшыня первой статьи одразу после демобилизации поступил у беларускую сельгаз-академию. Работа для его на долгий час стала сенсом життя. Хоть безнадейного тылу, досягнуть поспехов было б вельми складано. Трое детей, пять унуков и двое правнуков. Веселых, гарызливых и часто непагадах серьезных. К детям относился в плане таким, чтобы они всегда рассчитывали на себя, на свои знания, на свое отношение к делу. Ну и слава богу, что они такими выросли. Работают, преданно работают. Калгас 50 год Кастрышника – одна из двух господарок Гомельской области, якая заховала коллективную форму уластности. Зменять ее Рыгор Шпаков не планует. Урештек, каже, головные выники, а они саправды ураживают. Пять разов господарка была лепшей у республиканским спаборництве по уборце с Божжа. Прибытки, отриманные от реализации молока и мяса, дозволяют стабильно развиваться без допомоги кредитов. В этом году середняя зарплата у Калгасе повинна перевысить тысячу рублев. Прошем, это будут минавито заробленные сродки. Деньги надо зарабатывать и столько, сколько хочет. А моя задача, задача правления и специалистов создать такую обстановку, чтобы люди могли заработать. Поэтому с наступлением 2018 года наш коллектив нацелен, чтобы одним из первых выполнить указания президента, чтобы люди могли зарабатывать зарплату тысячу и больше. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокампанія «Гомель», Речицкий район.